Седьмой класс, тринадцатая серия. Делимость. Числа, которые делятся на 3, можно представить в виде произведения, где один из множителей равен 3. n натуральная или 0. Если число делится на 3, говорят, что остаток при делении на 3 равен 0, то есть делится на 3 нацело, без остатка. При делении на 3 может быть остаток равный 1. Например, число 4 при делении на 3 дает остаток 1. А число 5 при делении на 3 дает остаток 2. Итак, при делении на 3 возможные остатки 0, 1 и 2. Три возможных остатка. Делимость суммы. Первое свойство. Если каждое слагаемое делится на некоторое число, то и сумма делится на это число. Допустим, все слагаемые делятся на 3. Тройку можно вынести за скобки. Получаем формулу числа, делящегося на 3. Второе свойство. Если одно из слагаемых не делится на некоторое число, а остальные делятся, сумма на это число не делится. И у суммы будет точно такой же остаток, как и у того слагаемого, которое не делится. Допустим, первое слагаемое делится на 3, а второе при делении на 3 дает остаток 1. Получаем формулу числа, которое при делении на 3 дает остаток 1. А если у того слагаемого, которое не делится, остаток равен 2, получается значение суммы, число, которое при делении на 3 дает остаток 2. Делимость произведения. Если один из множителей делится на некоторые числа, то и произведение делится на это число. Допустим, один из множителей делится на 3, произведение тоже делится на 3. Задача первая. Может ли произведение суммы трех последовательных натуральных чисел на сумму трех следующих за ними натуральных чисел быть равным 12 345? Допустим, меньшее из этих чисел нечетное. Нечетное, четное, нечетное. В натуральном ряду числа последовательные имеют разную четность. Идет чередование. Нечетное, четное, нечетное, четное и так далее. Итак, это сумма трех первых. А это сумма трех следующих за ними. Давайте посмотрим. Значение произведения. Каким числом будет, четным или нечетным? Первый множитель – число четное, потому что два нечетных числа. Если число нечетных слагаемых четно, сумма четна. Значит, произведение будет числом четным. На 5 оканчиваться не может. Давайте рассмотрим второй случай, когда меньшее из этих чисел четное. Четное плюс нечетное плюс четное. Первый множитель – число нечетное, а зато второй множитель – число четное, потому что два нечетных числа. А если один из множителей – четное число, произведение четное – на 5 оканчиваться не может. Вопрос «Может ли?» Ответ «Нет, не может». Задача вторая. На прямой отметили три точки. Затем между каждыми двумя соседними поставили еще по точке. И так несколько раз. Может ли общее число точек быть равным числу 100? Давайте отметим три точки на прямой. Давайте отметим три точки. Так, а теперь между ними, между каждыми двумя соседними надо поставить еще по одной. Итак, было три точки. Прибавили два. К нечетному числу, вот было три точки, прибавили четное число. Если одно слагаемое нечетное, а другое четное, сумма нечетна. Значит, общее число точек получилось равным пяти. А теперь давайте между каждыми двумя соседними поставим еще по одной. То есть сейчас пять точек, а точки, которые мы сейчас поставим, их будет на одну меньше. Их будет четыре. То есть к пяти надо прибавить четное число. И так будет каждый раз. К нечетному будет прибавляться четное число, и общее число точек будет числом нечетным. 100 получиться не может. Задача третья. Докажите, что произведение любых четырех последовательных натуральных чисел делится на 24. Обозначим за n меньшее из этих чисел, то, которое идет следом на один больше. Причем вот это число разной четности. Так, следующее еще на один больше и еще на один больше. Так как четыре последовательных натуральных числа, одно из них обязательно будет делиться на 2. Одно из них обязательно будет делиться на 3. и одно из них обязательно будет делиться на 4. Значит, произведение этих натуральных чисел будет делиться на 24. Задача четвертая. На координатной плоскости надо построить треугольник, который задается вот такими неравенствами. Давайте построим каждое неравенство, х, а потом объединим их на одной координатной плоскости. Так, строим первое неравенство. х больше или равен минус 1. На оси абсцисс находим точку минус 1. Проводим прямую параллельно оси ординат. Так пойдет эта прямая. Надо взять те значения на координатной плоскости, которые больше или равны минус 1. Значит, минус 1 сделаем сплошной. И возьмем все те значения, которые больше. То есть надо заштриховать вот эту часть плоскости. Вот так будет выглядеть вот это неравенство на координатной плоскости. Так, теперь давайте построим второе неравенство. у больше или равен минус 2. На оси ординат находим минус 2. Так, строим прямую параллельную оси абсцисс. И надо закрасить ту часть плоскости, где у больше или равен минус 2. Закрашивается вот эта часть плоскости. Теперь давайте построим вот это неравенство на координатной плоскости. Если х плюс у равняется 3. Это прямая, которая строится по двум точкам. Вот, если х равен 0, у равен 3. А если у равен 0, у равен 3. Строим прямую. Прямая строится по двум точкам. А теперь надо закрасить ту часть плоскости, которая идет под этой прямой. То есть потому что меньше или равно 3. Значит, под этой прямой вот эту часть плоскости надо закрасить. А теперь все вот эти три картинки надо объединить на одной координатной плоскости. И получится следующее. Вот такой треугольник получится. Задание было построить треугольник. Если бы надо было найти, например, его площадь, то площадь прямоугольного треугольника как находится? Надо найти длину одного катета, сосчитать, сколько здесь будет единичных отрезков. Здесь будет 6 единичных отрезков. И здесь 6 единичных отрезков. 6 умножить на 6 – это будет 36. И разделить на 2. Значит, площадь данного треугольника – 18 квадратных сантиметров, если длина единичного отрезка равна 1 сантиметру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...